Представьте себе такую картину. По сцене скачет мешок. Без рук, без ног, без головы скачет мешок. Вдруг из мешка по пояс вылезает человек, оглядывается по сторонам и произносит такой монолог. Никого не видать? Все отстали. Ну, я-мое! Ну, обожаю на перегонке в мешке бегать. Самая юморная вещь после перетягивания канады. Жалко сухо сегодня, когда дождь пройдет вообще на уши. Как получше? Чесанешь! Оттуда сзади ему брызги в физию. Он глазки зажмолит и со слепого дерева голубушкой. Хапа! Ржачка, да? Я тебе честно говорю, это ржачка. Ты, говоришь, скучно, говоришь, здесь у тебя некуда. Ты когда-нибудь пробовал торт без рук съесть? Я в домотдаке видел, о, сильная вещь. Тортина килограмма на два, сам бисквитный, кругом крем, розочки разные. Которые без привычки туда, головушкой сразу. Хапах! И все. Туши свет, сливай масло. Во рту бисквит, в глазах крем. В ушах розочки. Это вообще укатайка. Это одно слово. Укатайка. Да я смерть не люблю. Серьезные рожи. Все думаю, думаю. Хрен ли думать. Все давно придумано. В жизни удовольствия не сочетай. Хочешь пивка попей. Хочешь козла забей. Хочешь радио на полную громкость вруби. Хочешь... Хочешь поспорить на что-нибудь там, на погоду, на спорточкале, там, кто снежок дальше бросит. Не важно, важно, чтобы жить интересно было. Понял меня. Надо в жизни ждать все время. Все время. У нас с дружком споры же вообще от нас. Полный от нас. Помню, во дворе сидим, спор ведем. Кого на свете больше? Мужиков или баб? А он за мужиком был. Я как всегда задам. Ну, спорили, спорили. Знаешь, говорю, кого больше? Кто первый сейчас во двор войдет, того и больше. И пошло. На лавку, сели до вечера просидели. Никого. Темнеть начало. Никого. И вдруг слышим, крохнется кто-то. Приглядели. Собака. Ух, мы за ней. Надо же было определить мужика, баба. Два часа по помойкам гоняли. Но пускай спор не в чу кончился. Пускай пес кобелем оказался. Но кусался, как сушка. Но, ребят. Ребят, мы такой вечер провели. Это же вообще полная танды. Натура такая. Я без шутки минуту не могу жить. Вот совсем нечего делать. Совсем. Любой номер по телефону наберу и скажу. Что говорят с телефонной станции. Срочно выньте штепсель из розетки и суньте себе в ухо. Ой, они базарить начинают. Там хулиганы, прекратите. А я трубочку. Хабах. Через пять минут по тому же телефону другим голосом. Мы звоним. Вам, говорю, хулиганы с телефонной станции звонили. Говорят, да. Я говорю, штепсель в ухо вилели. Да, а что, говорю, можно вынимать. Полная таза. Я всегда что-нибудь придумаю. Меня не заржавеет. Как говорится, фирма веников не вяжет. Подожди, ребят, надо жить весело. Весело. Если серьезно ко всему относиться, сопьется раньше времени. У нас это никто не понимал. У нас одни козлы кругом. Помню, сижу на работе. Такая скукота с зубами. Я думаю, вообще, надо сотворить что-нибудь. Я такое придумал. Это равных нету. Но нету равных. Мне за этот шнобелевский премий надо выдать. Захожу в бухгалтерию. У нас там главбух крыса язвенная. Ой, хорек скрипучий. Так я ему говорю, слыхал, говорю. Слесарь наш Терехин с ума сошел. По заводу с кувалдой бегает. По голове всех подреша-рашат. Двенадцать трупов, говорю, что белями лежат. Он сегодня промокажкой не подавился. Надо скорой вызвать, пусть увезут куда. Полагает. Я говорю, мое дело маленькое. Я тебя предупредил и паста. А потом это вниз, нахожусь слесаря. Я говорю, Терехин, тебе велели в бухгалтерию зайти. Надо, говорю, кронштейн в сенку забить. Ну-ка, возьми кувалдочку. Подумись, Терехин, я знал, чем дело. Взял кувалду. Побрял. Вот где, ё-моё. Его бухгалтер как с кувалдой, видал? Как чизанет по коридору, а оттуда по потолку. Коровал орет, не хочу быть тринадцатым. Ну, смехатура была. Скорые вызывали, чтобы бухгалтера в чувство привезли. Да ладно, чего с него возьмешь, он юмор, что ли, понимаешь? Ну, хорёк он, скрипучий. С китайской фамилией Цзянштейн. Так меня за это потом директор вызвал. Так, говорит, весёлый, Коровал. Я говорю, да! А меня хлебом не корми, мне отчебучить что-нибудь дай только. Вот так вот наржусь. Хохочешь, и только вдруг одно раз на минуту вечером присядешь, грустно встанет, думаешь, ё-моё, что мне так весело? Там на работе не уважают, жена не любит. Сын растёт, дубина-дубина, да? Посмотришь вокруг, вродишь, да ё-моё. Потом посудишь, подумаешь, эй, да и хрен с ним. И как в мешок залезешь, и как чесанёшь по аллейке, и только пыль с долбом... А-а-а-а!